В местном доме офицеров полный зал людей. Это жители военных городков Кубинка-1, генерала Вотинцева и улицы Армейской. Уставшие от бесконечных обещаний и борьбы за выживание, они пришли на встречу с Андреем Ивановым, надеясь, что молодой энергичный руководитель сможет наконец сдвинуть ситуацию, в которую попали военные городки с мертвой точки. Все, что мы с вами будем сегодня обсуждать, так или иначе привязано к серьезным денежным вложениям. Будь то дороги, или жилой комплекс, жилье, или строительство нового детского сада, или нового клуба, даже вот это здание, в котором мы сегодня находимся. Только я зашел, примерно уже представляю, что миллионов 40-50 нужно в ремонт этого здания вложить. А это большие деньги. В перечень передаваемых муниципалитету объектов городок имени генерала Вотинцева не вошел. Иванов успокоил жителей. Даже если что-то не попало, мы это внесем в список, и буквально в конце недели пойдет письмо на министра обороны от Московской области о том, что необходимо это довключить в тот перечень имущества, который уже подписал министр. У людей накопилось в власти много вопросов, ведь их так долго никто не решал. Настоящая головная боль – неработающие очистные сооружения, обслуживающие улицы генерала Вотинцева и Армейскую. В настоящее время вот это все фекальные стуки, сорлейки, фекальные стуки наши разливаются по всей территории, за домами. 100-200 метров от домов у нас озера из этих нечистот. Директор Кубинской школы номер 2 рассказала, что дети в ее школе вынуждены учиться во вторую смену. А с вводом в эксплуатацию новых домов ситуация, по ее словам, и вовсе станет критической. Если появляется новая застройка, она приведет к появлению второй смены. Поэтому, Андрей Робертович, мы еще раз спросим, если действительно будет вестись застройка, все-таки спроектировать и строительство, и социальные сферы. Это и детский сад, и школа. Новая школа, безусловно, нужна, согласился Иванов, но удовольствие – это не дешевое. Кто-нибудь представляет в зале? Ну, вот так, кто-нибудь представляет, на вскидку. Я же не против, я просто хочу, чтобы мы одинаково все понимали. Миллиард 450, полтора миллиарда, да. Жители жаловались и на неработающее уличное освещение. Кто-то даже получил травмы, передвигаясь в темноте по дорогам, которые также находятся в аварийном состоянии. Отдельный вопрос – магазины. Разрешение на их строительство в свое время выдавали командиры частей. Сейчас выяснилось, что торговые точки установлены незаконно и подлежат сносу. Жители и предприниматели против. Вашу проблему нужно отдельно выносить, собираться, смотреть у каждого какие документы. Я услышал главное – жители вас поддерживают. Мы должны найти с вами какой-то неординарный сценарий, так, чтобы и ваши магазины остались, и закон был соблюден. Многие хотят, чтобы в их городке появился большой спортивный центр, нормальные парковки. Пока автомобилисты ставят машины на газонах. Нет здесь и стационарного отделения Сбербанка. Людям приходится ездить в Кубинку, чтобы оплатить коммуналку. Дайте место, я договорюсь с Сбербанком, нет проблем. Они готовы такие мобильные, без операторов центры ставить, как в Кубинке 10. В городках ни разу не ремонтировался жилой фонд. Люди все делают за свой счет. Отсутствие аптек, поликлиники, газетного киоска – еще один нерадостный штрих к общей картине. Сердце зажимается, когда слово берет российский офицер. Наши офицеры, которые отдают свои жизни сейчас, они придут к моему возрасту, ставят пенсионеры. Да, я пожил на Вотинцево, в раю. Сейчас я живу, извините. Я был молодым, красивым, там было все красиво. Сейчас стал стареньким, и там все стало так же, как и я, построили вместе со мной. Я не хотел бы, чтобы эти люди начинали с этого хотя бы. Проблем в военных городках Кубинского поселения очень много. Андрей Иванов дал поручение своим заместителям составить дорожную карту, включить в нее все обозначенные вопросы, чтобы в мае представить жителям возможные способы решения. Четко расставим приоритеты. Что делаем в первую очередь, то, что вам необходимо, а что будем расписывать с помощью правительства области, финансировать на ближайшую перспективу среднесрочную, 3-4-5 лет. После встречи с местными жителями Иванов проехал по всем болевым точкам военных городков. Вот это гарнизонный дом офицеров в Кубинке-2. Некогда гордость городка. Он до сих пор функционирует. В актовом зале, конечно, собираться больше нельзя. Это небезопасно для здоровья. Помещение в аварийном состоянии. Но в соседнем спортивном ребята играют в футбол. Наверху занимается секция рукопашного боя. Хотя условия для тренировок оставляют желать лучшего. Ну а это уже амбулатория военного городка. Состояние плачевное. Врачей не хватает, мебель разваливается. За все это время не могли по 1000 рублей в месяц по стульчику покупать. Даже в голову не пришло. Смешно же. Что ли ты себе на рабочем месте могли поставить, чтобы они не разваливались? Андрей Иванов не строит иллюзий. Он понимает, что работать его команде предстоит много. У жителей военных городков должна быть достойная жизнь, считает глава района.